Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Но за те 30 секунд, что было между выходом Доренко из эфира и моим входом, он мне дал цитатку на сообщение Джейкоба Ротшильда, который объясняет, что США, Евросоюз или Китай не способны спасти мир от нового кризиса. Ну и о том, что МВФ, в общем, представитель МВФ обратился к лидерам государств и его мира. Пришло время поддержать экономическую активность и восстановить устойчивость мировой экономики. Рекомендации Липтона, заместителя директора-распорядителя МВФ, простых государств в столь трудную минуту, должны принимать стимулирующие меры, иначе катастрофы не избежать. Интересно, кому он это говорит, поскольку наши начальники в лице правительства и Центробанка все делают прямо противоположное. Я вот тут пока ехал в машине, с интересом узнал, что они собираются вводить новый налог на предпринимателей, увеличивать обязательный пенсионный взнос. Ну, как они это будут называть, я уж не знаю, поскольку налоги, как известно, нам повышать запретили, зато не налоги повышать никто не запрещал. Так что в этом смысле Владимир Владимирович может гордиться, да, на тем, сколь скрупулезно правительство исполняет его поручение. Сказано, не повышать налогов. Они налоги не повышают, они налоговые выплаты повышают, причем очень основательно. Значит, а что можно сказать по этому поводу? Ну, я рад, что Ротшильд и МВФ меня поддержали. Наконец-то, не прошло и 10 лет, и до них тоже что-то дошло. Хотя, правда, Ротшильд говорит, что у него-то с фондом все будет хорошо. Но это, впрочем, и естественно, потому что на падающих рынках большая часть проигрывает, а незначительная часть выигрывает. Выигрывают как раз те, кто имеет некоторые априори дополнительные преимущества. Ну, их, конечно, можно и самим создать. Буде есть такое желание. Но это достаточно сложно. То есть, это нужно работать. Я много лет читаю лекции о том, как работать в условиях падающих рынков. И я могу вам сказать, что это для меня стало абсолютным откровением, что практически никто эти все меры... То есть, либо люди эти меры, о которых я рассказываю, принимают и без меня, либо они их не принимают вообще даже после того, как я читаю лекцию. Из чего следует, что есть предприниматели, которые думают о том, что они делают, а есть люди, которые зарабатывают деньги, не очень думая, как же они это делают. И в результате, то есть, они просто оказались по каким-то причинам в нужное время, в нужном месте, сели на какие-то финансовые потоки, но обдумать о том, как их сохранить, что нужно сделать в условиях кризиса и т.д. и т.п. они не хотят, не в состоянии. В любом случае, я просто открыто и честно объясняю, я готов, если есть желание, рассказать о том, что делать, как работать на падающих рынках. Не по радио, разумеется, потому что это тема такого достаточно продвинутого семинара. Без этого никак не получится. Тут нужно иметь возможность разговаривать и задавать вопросы. Так вот, теперь немножко о патриотизме. Значит, я вчера был на Эхо Москвы, и они меня совершенно потрясли, ведущие своим отношением к ситуации. Я совершенно однозначно понял. Ну, я, собственно, я это подозревал раньше, но это проявилось во время этой дискуссии очень четко. Что есть люди, это те, кто поддерживает их либерастическую, назовем это так, точку зрения, а все остальные не люди. То есть, законы, справедливость и все остальное к ним вообще не относятся. Это не люди. Ну, это как некоторые олигархи. Некоторые мои знакомые, которым привелось работать с олигархами непосредственно, они говорят, это совершенно потрясающее зрелище. Они вас не видят. То есть, они вам могут дать поручение, выслушать то, что вы сказали, но при этом вас, как человека, что у вас есть, могут быть свои интересы, свои представления, прошу прощения, даже ваша собственность. Они вообще не рассматривают. В этом смысле то, что у нас олигархи крупнейшие рейдеры, то есть люди, которые уничтожают само понятие частной собственности, отбирая их у законных владельцев, это совершенно естественно в их представлении, а мое-мое и твое тоже мое. Поскольку я, вот то, что мне дали такие деньги, это Господь, значит, поцеловал меня в макушку, и мне теперь можно всю. После этого, значит, когда я начинаю слушать рассказы про кровавые развлечения Ходорковского с Невзлиным, в общем, никакого удивления это не вызывает. Ну, и нам же можно. Вот, и так вот, очень важное обстоятельство. С точки зрения наших либерастов, вот в том числе тех, которые собрались в Вильнюсе и что-то там устроили, а мы для них не людям. И их дико бесит, вызывает у них лютую ненависть. Достаточно там посмотреть, что говорит, какой-нибудь там, скажем, в коху, который отличается от остальных тем, что он говорит все открыто и прямо, особенно когда выпьет. А что ж такое-то? Почему эти существа, эти твари смеют от нас что-то требовать? Мы взяли свое. Это наше. А они чего-то требуют. Их надо давить, уничтожать, расчленять. Ну, дальше там длинный список. Абсолютно аналогичная ситуация на Украине. Вот та команда, которая там пришла к власти, она нас за людей не держит. Либо мы должны молчать и отдавать все, что им хочется по первому требованию. Неважно, что. Да? Деньги, имущество, жен, дочерей. Все. Либо нас нужно уничтожать. То есть в этом смысле это не люди. И вот это очень тяжелая проблема. Вот почему я искренне надеюсь, что в драке Трампа и Клинтон победит все-таки Трамп. Потому что Трамп при всех своих недостатках, он достаточно жесткий предприниматель, человек с тяжелым характером, но он, по крайней мере, человек. И он твердо убежден, что и другие люди тоже имеют право заниматься бизнесом, имеют право иметь собственность, ну и так далее. А вот эти вот наши олигархи, наши защитники прав человека таковых, в таковом праве нам отказывают. Вот это реальная проблема. Поэтому мы опрос сейчас можем запустить, да? Давайте мы сейчас запустим опрос. И я вот это свое... Ну, вы понимаете, это же мое личное мнение, это гипотеза, да? И поэтому я сейчас задам вопрос. Считаете ли вы, что российские либерасты готовы признать большую часть населения страны равными себе? Это 8495, 134, 20, 25, или же, что российские либерасты, как и олигархи, в принципе, не рассматривают нас не то, что как равных, а просто как людей. Мы для них абстрактные существа, с которыми можно делать все, что угодно. 8495, 134, 21, 36. Повторяю еще раз. Считаете ли вы, что российские олигархи и либерасты, ну, их сторонники на Западе считают нас за людей или не считают? Если они нас за людей не считают, это 8495, 134, 21, 35. Или же наоборот, считают 8, то есть не считают. 8495, 134, 21, 36. Еще раз. Не считают 36, а считают нас за людей 35. А то, чтобы не путаться. Значит, ну, теперь, собственно говоря, мы заканчиваем я свою предварительную речь. Заканчиваем, начинаем отвечать на вопросы, поскольку сегодня день неурочный. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, что... Я по поводу вашего вопроса, считает, не считает. Ну, высказывания уже были по этому поводу. Помните, Полонский, как высказал, что, в общем-то, они, типа, они олигарх, тут дурак. Нет, с Полонским я не соглашусь. Интересно было такое интервью у бывшего пришлаташе Лужкова, потом он ушел в нефтяной бизнес, его когда спросили, он там должен что-то проворовался, миллион, что ли, отдать был, заплатить должен. И чипа на него журналисты говорят, ну, как же так, вы там вроде там солидный человек, все такое. Ну, как же вы заработали, вы были какие-то пришлаташе, заработали такие деньги. Говорит, я вовремя оказался в нужном месте, а те Иваны, которые на печи сидели и ждали, пока там, типа, значит, печка спает и куда-то их привезет, там они дураки так и сидят. Но я подумал, что в эти места, который там вот, он попал так, якобы случайно, прошел бы Ивана с улицы, ему просто не добраться было, как бы он не хотел. Вот просто, вопрос задавайте. Они так и думают, что мы такие вот там дураки там, которые сидят на печи и... Вопрос задавайте. Они, в общем-то, такие избранные люди. Вопрос задавайте. Спасибо. А, все уже. Значит, я прокомментирую, для того, что я знаю хорошо Сережу Полонского, но я могу вам сказать, что конкретная фраза, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу, была произнесена во вполне конкретной ситуации. Значит, он устраивал какую-то вечеринку на Лазурном берегу, как это у них было принято там в августе, в конце августа, начале сентября. На вечеринку должно было прийти 150 человек, когда пришло уже 300, и у него, значит, три телефона в руках и на всех, все линии заняты. Сережа говорит, я, говорит, не выдержал. Я понял, что это уже неконтролируемо. Я швырнул эти телефоны на землю и сказал, что у кого нет миллиарда, могут идти в жопу и убежал. Поэтому, в общем, я на самом деле в некотором смысле вот эту его реакцию не то, что приветствую, но я ее очень хорошо могу понять. Сережа Полонский нормальный человек, и он вовсе не считает, что тот, у кого нет денег или кто не входит в некую очень узкую тусовку, не является человеком. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Игорь Москва. Расскажите, пожалуйста, насколько Путин находится под влиянием олигархов? Вы знаете, этот вопрос очень сложный, потому что такого рода влияние, оно определяется не только объективными факторами, но и психиатрией. Я напоминаю, что именно олигархи пригласили Путина. Он довольно долго был наемным менеджером. Все его действия первых двух сроков, включая истребление Березовского, Гусинского и Ходорковского, это было согласованное действие всей элиты, направленное на усиление их устойчивости, потому что они уже поняли, что в конце 90-х дело шло к краху. Ну, собственно, как это было в октябре 17-го года. Та же самая команда, по сути, которая пришла к власти в феврале 17-го, проиграла все за полгода. Здесь она продержалась дольше, но улетела бы тоже, если бы не изменила модель управления. А это с одной стороны. С другой стороны, Путин, безусловно, либерал по характеру, и ему, безусловно, капитализм нравится. Но ему точно так же, он является в некотором смысле патриотом. В некотором, потому что слово патриотизм, оно имеет достаточно широкий спектр понимания. Путин нам не так давно сказал, что наша национальная идея это патриотизм, но мы видим, что абсолютно коллаборационистские действия правительства и Центрального банка поддерживаются тем же Путином. То есть он что, вот в этом, в одном месте патриот, в другом не патриот? Ну, вот, тут есть целая куча проблем, потому что, а как понимать, потому что патриотизм, можно понимать, и как некоторую устойчивость, что если мы сейчас начнем увольнять этих людей, они устроят гражданскую войну. Это же страшно. Значит, нужно попытаться сделать так, чтобы, по крайней мере, их не поддерживали Соединенные Штаты Америки. Мы знаем, что Меркель люто ненавидит Путина лично. Мы знаем, что Обама не любит Путина лично, и что давление на Путина очень сильно возрастает. Мы видим, как очень сильно увеличилось давление на него в последнее время. Я считаю, что это связано с тем, что резко растет вероятность того, что президентом США станет Трамп. Вот. При этом, я тут вчера разговаривал с неким экспертом, который мне спросил, Михаил Леонидович, а вот скажите мне, пожалуйста, ну вот, ведь два человека, они должны почувствовать, да, что вот к себе друг к другу некую симпатию. Значит, у них должен быть повод, по которому они вот посмотрят друг на друга и сразу поймут, что у них много общего. И тогда от этого общего они будут, значит, выстраивать некоторую конструкцию. Вот спрашивается, о чем будут разговаривать Путин с Трампом? Я тут же, значит, не задумываясь ляпнул о бабах, а на что, значит, этот человек так задумался и сказал, да, пожалуй, действительно, что тут искать-то. Вот, но это, по крайней мере, да, посмотреть, значит, на нынешнее руководство Евросоюза, да, у меня такое впечатление, что они вообще уже забыли, для чего существуют мужчины и женщины. Вот, так что вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, мне кажется, проблема, извините, сейчас, в том, что мы неправильно понимаем капитализм. Это не частная собственность, это не хороший уровень жизни, это идеология. Ее надо вычленить. Идеология капитализма. Вычленить. Она за ширмой, домовой завесой, как будто ее идеологии нет. Идея, идеология капиталистическая какая? Ну, вы знаете, а вообще говоря, идеология капитализма, это получение прибыли любой ценой. И, собственно, Маркс об этом уже столько написал, и его последователи, что я даже не рискну повторять или комментировать. Поэтому тут даже и вопросов нет. Другое дело, что если мы начнем смотреть идею альтернативную, то есть, вот, собственно, марксизм, коммунистическую, которая, обращая внимание, реализована была фактически в СССР и в некоторых сопредельных странах, но сопредельные страны не чистый эксперимент, потому что они все равно жили во многом за счет существования СССР. То есть, они, как бы так сказать, не в том смысле, что они были на дотации у СССР, а в том, что экономическая среда, в которой они существовали, она была создана за счет СССР. Так вот, в СССР была очень большая проблема, реально большая проблема. Она состояла в том, что здесь не умели поддерживать инициативных людей, которые, вот у них, грубо говоря, руки чешутся, что-нибудь сделать, и им говорят, ну, ты вот еще поработай 15 лет младшим научным сотрудникам, делай то, что велят дяди. Если у тебя есть какие-то идеи, то ты подпринеси их дяде, и, соответственно, они запишут в рамках своих работ эти твои идеи. Примеров масса. Разумеется, в науке и на Западе также. Младший научный сотрудник должен свои идеи отдавать научному руководителю или ему не прорваться. Это, собственно, таких историй не с числа. Но там есть сфера, а именно бизнес, предпринимательство, где частный человек до какого-то уровня прорваться может. А у нас в какой-то момент, в 50-е, 60-е годы, начали это все закрывать. Еще были шансы, были стройки коммунизма, где молодые люди могли прорваться, но в конце 70-х и это закрылось. Я очень хорошо помню, значит, в СССР жанр сериалов появился в 70-е годы. И был последний сериал, который воспевал романтику строительства новых городов. Назывался он «Голубка». Там играла молодая Проклова. Я еще учился в школе, я его очень хорошо помню. После этого все, тема была закрыта. И вот это реальная проблема. Что-то нужно делать, то есть нужно каким-то образом объяснять активным людям, как они могут эту свою активность конструктивно для себя в том числе проявить. Иначе будут большие проблемы. Поэтому, да, конечно, капитализм это не очень хорошо, мы это сегодня видим, он абсолютно деструктивен, особенно в сегодняшнем варианте. Но и социализм в советском варианте, как бы он не был хорош для широкой массы населения, он создает большие проблемы для людей активных, и они начинают его валить вполне целенаправленно. И с этим что-то нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день, Михаил Виталий. Вопрос такого плана. Вот скажите, в свое время американцы отказались от золотого содержания доллара, потом, буквально лет 5-7 назад в свое время пощипали немножко наших офшорных, так сказать, тузов на Кипре, ну там это уже европейцы сделали, хотя Кипр не единственная офшорная зона, там много всяких регионических трав, а багажные, но суть дела не в этом. Как вы относитесь к идее введения атлантической валюты, так сказать, Атланта, а в объединении вместо доллара, евро, единая валюта, Атланта? единой валюты не будет, будет то же самое, что Евросоюз сделал с Восточной Европой, то есть это Атлантический Союз, зона свободной торговли, это способ использовать Европу как источник выживания для экономики Соединенных Штатов Америки. То есть будет уничтожаться собственное производство в Евросоюзе, а Евросоюз будет использоваться как рынок для американских товаров. Но ровно то, что сделали с Восточной Европой. Нужно понимать, что любая валюта новая, она сразу же поднимает базовую проблему, что делать с долгами. Если списать долги все, то это рушит все финансовые институты, которые являются носителями этих долгов, а носителями активов. Теоретически можно сегодня оздоровить экономику очень легко, например, списать все частные долги, не корпоративные, частные. И все, и как бы перезапуск, и еще там 20-30 лет можно вполне себе радостно развивать экономику. Беда состоит только в одном, что если вы это сделаете, то у вас финансовая элита, которая последние 40 лет контролирует мир, она этого сделать не сможет. Вот так вот. Так что это дело очень опасное. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Евгений, у меня такой вопрос. Вот ранее выступал экономист, вот он рассказывал, что собственности в России на 195 триллионов рублей, а денежная масса всего 36 триллионов. То есть собственности на 195, а денег на 36. Вот вопрос, а вы должны ли суммы собственности быть, ну, примерно, равны денежной массе? Нет. Значит, денежная масса должна равняться примерно, но это, собственно, исторический опыт, вообще говоря, это не очевидно, ни из каких научных опытов это не следует, никаких теорий не существует, а есть практика. Она говорит, что объем денежной массы, который используется в обороте, то есть расширенной денежной массы, там агрегат М2 у нас, а агрегат М3 у США, должен быть примерно равен годовому объему создаваемой в экономике добавленной стоимости. Это называется ВВП, валовый внутренний продукт. Еще раз повторяю, не совокупной стоимости активов, а объему добавленной стоимости. Здравствуйте, слушаю вас. Николай зовут. А кто-нибудь озадачивался вот простым вопросом взять, посчитать стоимость и так сказать или цену доллара из экономических показателей, то есть учитывая долги не на торгах, как определяют сколько, на какую валюту можно купить долларов, а вот просто взять экономические показатели. Это достаточно бессмысленное мероприятие, потому что доллар это мировая валюта, он используется в обороте в других стран, и там все очень сложно. Значит, я напоминаю, у нас идет опрос, опрос такой, считают ли российские олигархи и либерасты, их покровители на западе нас людьми. Ответ да, считают. Телефон 8495 134 20 35 Ответ нет, не считают, мы для них только питательная среда, для того, чтобы они могли хорошо питаться. 8495 134 21 36 Ой, тут меня спрашивают, дайте свое мнение по Хакамаде, она активно работает с лекциями по среднему классу, а есть ли таковой, насколько она компетентна? Ну, средний-то класс есть, а Хакамада некомпетентна. Абсолютно. И в этом смысле я бы ее за авторитет не одержал. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Отвечу на пару вопросов, которые мне тут задали с сайты и СМСом. А чем отличается социализм Сталина от позднего социализма Брежнева? Ну, на самом деле, очень сильный произошел перекос сразу после смерти Сталина в середине 50-х, когда Хрущев очень сильно закрутил гайки. То есть, сначала Маленков чуть-чуть открутил в сельском хозяйстве, а потом Хрущев практически запретил частное предпринимательство, которое при Сталине существовало и даже активно развивалось в виде артелей. Кроме того, к 60-му году был исчерпан ресурс роста той экономической зоны, которая была у СССР. Начался экономический кризис, который заключался в том, что падали темпы роста. Был даже специальный термин в советской экономике падение фонда отдачи, он привел к нулевым темпам роста где-то к году к 82-м и 83-м. А в Соединенных Штатах Америки аналогичный абсолютно по происхождению кризис произошел в 71-м году, когда США отказались от золотого содержания доллара. В течение 10-ти лет экономика США падала. Потом, правда, задним числом изобразили, что это две рецессии близкие, а между ними был рост. Якобы, на самом деле, нет. На самом деле, спад был практически непрерывный все 70-е годы. Так что, вот так. Значит, я напоминаю, мы голосуем. Вопрос, считают ли наши олигархи, либерасты и их сторонники и покровители на Западе нас с вами людьми? Ответ, да, считают, мы люди. 8-495-134-27-35. Ответ, нет, мы не люди, мы только питательный планктон. 8-495-134-21-36. Еще один вопрос. Кох и Чубайс, люди одного порядка и лагеря, но Коха тихо гнобят, а Чубайса обласкивают. Почему? Коха тоже обласкивали, я напомню, даже после того, как его уволили с поста руководителя госкоумущества, причем не за воровство, потому что за воровство на приватизации никого не увольняли. Его уволили за то, что он демонстративно игнорировал поручения президента. А при этом уволили его с подачи самого Чубайса, потому что Чубайс обнаружил, что такое демонстративное поведение Коха, который открыто говорил, как бы, на тусовках, правда, не репортерам, а на тусовках, мы все равно тут все разворуем, камня на камне не оставим, начинает отражаться на отношении Ельцина к Чубайсу. И по этой причине Чубайс его убрал. Напомню, что это был август 1997 года, когда Чубайс вполне активно рвался во власть. То есть, он хотел стать премьером, а потом и президентом. Абсолютно искренне. И именно в это время был убит Маневич, который был кошельком Чубайса по операции по устранению Березовского. В общем, это было крайне напряженное время. А потом Кох занимал вполне успешные посты, например, он руководил НТВ то есть, он был вполне успешен с точки зрения вот этой вот либеральной государственной тусовки. Но, во-первых, его жгла обида, что как это так, его такого великого и замечательного уволили с поста вице-премьера. А во-вторых, ну, видимо, решил, что ему дали мало денег или еще чего-нибудь. Мне очень сложно сказать. Я психологию российских олигархов и воров не очень понимаю. Это мне достаточно сложно. Значит, продолжаем дальше отвечать на вопрос. Да, а Чубайс в этом смысле был очень аккуратен всегда и никогда власть впрямую не ругал. Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да. Здравствуйте, Михаил Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, в двух словах. Что вы думаете о криптовалютах? Вот в частности и Сергей Дориенко. Биткоин и так далее. Вы знаете, я могу сказать только одно, что в условиях, когда есть проблемы с долларом, этим проектом развиваться не дадут. Мы все хорошо видим, что происходит с попытками российскими сделать что-то альтернативное, калионы, шеймуратики. Хотя, они-то как раз нам прописаны, потому что Центробанк не монетизирует экономику. А на Западе экономика перемонетизирована. Но, в общем и целом, мне кажется, что эти проекты не будут успешны до тех пор, пока не произойдет разрушение мировой долларовой системы. Когда оно произойдет, возможны разные варианты. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Иван Иванович. Сначала маленькая справочка. Дело в том, что никаких выборов в Соединенных Штатах не будет, потому что Обама не доживет до выборов. Эту версию легко проверить у Павла Глобы. А теперь о главном. Не является большой тайной тот факт, что Россия продержалась на плаву 25 лет исключительно благодаря иностранным кредитам, иностранным товарам и жесткому иностранному контролю. Результат Россия на дне, иностранные спонсоры в ярости. Вопрос. На каких новых условиях Россия получит массированную иностранную помощь, но уже в китайских масштабах? Спасибо. Ну, вы знаете, относиться всерьез к Глобе я не могу. Обама в данном случае особой роли не играет, потому что он уже сходит и уже меньше, чем через год он уже президентом не будет точно. Поэтому я бы не стал привлечивать. Что касается новой помощи, то союзников нам искать надо, но желательно все-таки заниматься самостоятельной политикой, а не как это на Бога надейся, а сам не плашей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Спасибо за передачу. Александр меня зовут. Скажите, пожалуйста, почему в России молодежь не может купить себе жилье и бешеная ипотека? Почему такая большая проблема, на Ельцина фонд 7 миллиардов? Ну как, почему? Мы же отвечаем на вопрос. С моей точки зрения причина в том, что эти люди, которые сегодня определяют экономическую политику, нас за людей не считают. Их не волнует, что в стране молодежь не может иметь своего жилья. Они хотят получить прибыль, которую они считают честной. Вот и все. А о людях никто не думает. О стране тоже. И вот это я считаю сегодня нашей главной бедой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день, Владимир. Михаил Левинович, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот... Алло. Алло. Да, ничего-то не работает. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день, Михаил. Вот вы сказали как-то, что якобы Меркель ненавидит Обама, Путина, но зато Путин очень хорошо относится с Киссинджером и прочими неаконами западными. Они полностью под контролем. Вы вспомните, как перед скрывом какие беседы были... Вы знаете, во-первых, Киссинджер не неакон. У него там... Он из другой партии в мировой элите. Во-вторых, вот все эти слова... Слова контроль, не контроль, это вещь сложная. Я вот уже объяснял, что мы тут написали книжку про то, как устроена власть, которая выйдет уже через три недели. И там это все подробно описано. Все сильно более сложно. И считать, что Путин находится под контролем нельзя. Но он находится в рамках очень жестких объективных ограничений. Ну, например, я совершенно твердо убежден, что если бы Путин уволил где-то год или два тому назад правительство нынешнее и руководство Центробанка и назначил бы других людей нелиберальных, то мы бы получили полный эмбарго, полный запрет на продажу нефти на мировые рынки и отключение наших банков от мировой банковской системы в качестве санкций. Вот почти наверняка именно по этой причине рассчитывать на то, что Путин сделает резкие шаги в этом направлении до того, как к власти в США придет человек типа Трампа, то есть представитель другого направления в мировой элите достаточно наивно. А я напомню, что раскол мировой элиты состоялся только после дела Строскана, то есть в июне 11-го года. А до этого нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день. Николай Ильич, скажите, пожалуйста, два вопроса. Да. Первый. Как вы думаете, дойдет доллар до 60? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему мы так все боремся за отмену санкций и уповая на импортозамещение? Ведь как тут санкции отменятся, импортозамещение кончится. Ну, нет. Импортозамещение во многом связано с девальвацией, но у нас его на самом деле нету, потому что у нас нет практически инвестиций. Там, где хоть какие-то инвестиции есть, что-то немножко теплится, например, в сельском хозяйстве. Ну, и там есть свои проблемы, потому что полного цикла производства у нас нету. Да, мы вроде бы количество курей увеличили, а яйцо, из которого цыпленок вылупляется, мы покупаем по импорту. Аналогичная ситуация с зерном. Надо восстанавливать свое племенное животноводство, зерновое хозяйство и так далее. Поэтому всего пока не делается. Потому что то ли потому, что правительство денег не дает, то ли потому, что оно считает, что как же так соскакивать с западной иглы неправильно, они же наши партнеры. Ну и так далее и тому подобное. Что касается дойдет ли рубль до 60, я думаю, что нет. Я думаю, что где-нибудь на уровне 65 остановится. Хотя еще раз повторю, предсказывать политику нынешнего руководства Центробанка нормальный человек не может. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Добрый день. Михаил Леонидович, а что вы думаете о поборах на капитальный ремонт? Я считаю, что это абсолютно неправильная вещь, потому что в наших условиях сохранить деньги невозможно. то есть есть ли у вас новый дом, то с вероятностью 99% те деньги, которые вы сегодня собираете к моменту, когда будет собственно капитальный ремонт, даже если они не пропадут физически, они практически ничего не будут стоить. Я напоминаю, мы голосуем, я прошу всех, кто присоединился к нашей передаче, позвонить, ответить на вопрос, считаете ли вы, что российские олигархи, либерасты и их западные покровители считают нас с вами людьми? Вот те, кто считает, что мы люди, что они считают, что мы люди, позвоните по телефону 8-495-134-21-35. А те, кто думает, что они нас не считают за людей, а считают неким для себя питательным планктоном, звоните по телефону 8-495-134-21-36. Вот, я очень рассчитываю, что результаты будут интересными. Продолжаем отвечать на вопросы. Алло. Здравствуйте. Михаил Леонидович, обожаемый. Вот вы знаете, курс Потапенко, да, мне очень нравится. Как вот к нему относитесь, самому Потапенко? Я вот здесь вот на минуточку прослушала передачу ради интереса. Значит, он пригласил даму, которая занимается частными детскими садами. Меня просто вот убило. Значит, цена вопроса получается с 9 до где-то 11, где-то 12, 40 тысяч рублей в месяц, потом 60 и 100 тысяч. Понимаете? Это что? Что такое? Это плата за содержание ребенка в саду. Почему 100 тысяч? Откуда 100 тысяч? А 100 тысяч это получается, если, значит, ребенок там 3 языка изучает. 3 языка это правильно называть. 3 языка, да? Изучает. То 100 тысяч. А где же у нас качество по доступным ценам? Вы знаете, это вопрос очень сложный, потому что у людей бывают разные желания и разные претензии. Например, в каком-нибудь детском саду при управлении делами администрации президента в обязательном порядке детей учат верховой езде. Платит за это, разумеется, администрация президента. Но с этим ничего нельзя сделать. Если вы хотите получать много чего, то это будет очень дорого стоить. Поэтому, что касается частных детских садов, то проблема тут в другом. Это лицензируемая деятельность. Я, например, знаю точно, что попытки создать изолированные такие вот эко-поселения в нашей стране, они приводят к крайне тяжелым последствиям, потому что дети там, они не могут там учиться внутри, потому что даже если родители сами профессиональные учителя и могут детей обучить, то им не выдают лицензию, а дорог нет, детей возить в школу невозможно, а дальше вступает в силу ювенальная юстиция, которая у нас уже работает во многих регионах, хотя формально считается, что это экспериментальная вещь, они говорят, ага, родители запрещают детям учиться, им говорят, вы сдурели, ну давайте экзамен устроим нашим детям, вы увидите, что у них уровень образования на год, на два, они обгоняют аналогичных сверхников, им говорят, вы не поняли, обучение это деятельность, за которую нужно платить деньги, люди, которые имеют право получать за это деньги, они получают лицензии, если соответственно вы лицензию не получили, то есть не дали за нее взятку или еще чего-то, то вы тем самым лишаете этих людей, чиновников, источников дохода, и поэтому из-за этого вас нужно наказать, вот это проблема, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте, Сергей Алексеевич, Москва, у меня вот такой вопрос, может ли страна сделать ну, хотя бы какой-то рывок, если уравняет цены на электроэнергию и газ по киловаттам, то есть по цене газа, ведь же вы знаете, этот вопрос очень сложный, это нужно внимательно смотреть, структурный баланс, межотраслевой баланс экономики, как влияют все эти вещи, нужно теоретически снижать цену электричества, у нас сейчас стоят, простаивают мощности, нужно либо делать реальную конкуренцию, либо нужно снижать антимонопольными методами, дело в том, что в бытность еще существования федеральной службы по тарифам, я с ее руководителем обсуждал, а можно ли так сделать систему тарифов, чтобы наценка для конечного потребителя над стоимостью электроэнергии вырабатываемой электростанции была фиксирована например, там 12%, а все посредники, которых сделал Чубайс, они должны вот в эти 12% укладываться, как они это будут делать, никому не интересно, но если электричество до потребителя не дошло, это уголовное дело, он говорит, да, это можно сделать, это очень легко сделать, но это не получится, потому что это противоречит интересам вот этих, вот этого бизнеса, который бешено накручивает прибыль, ну грубо говоря, если раньше Роллс-Ройс был только у руководителя РАО ЕС, ну собственно у него даже Роллс-Ройса не было, а Мерседес был, то теперь вот вся цепочка посредников и все руководители, все хотят себе Роллс-Ройса оплачиваем, и вот это нужно делать. Здравствуйте, слушаемся. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Михаил Заняевич, все-таки могут они обрушить наши финансовые вещи? Нет, не могут. Да, меня еще тут спросили про Диму Потапенко. Я к нему очень хорошо отношусь, и он очень большой практик реального бизнеса, но он, конечно же, не экономический теоретик. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Москва. Я хочу ответить на ваш вопрос, считают ли олигархи нас за людей. Отвечать не надо, у вас с телефоном. Нет, не считаю, ты правильно? Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, некоторые экономисты утверждают, что в бюджете без движения валяется около 10 триллионов рублей, а другие говорят, что таких денег и нету. Кому верить? Это вопрос бессмысленный. Верить или не верить, предъявляете аргументы. А вот как раз Делягин, который утверждает, что лежит 10 триллионов, он некие аргументы предъявляет, а Минфин никаких аргументов не предъявляет. он только никому денег не дает и говорит, денег нет. А с моей точки зрения, результаты деятельности Минфина и ЦБ по курсу рубля показывают, что они некомпетентны, поэтому я склонен больше верить Делягину. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, меня очень интересует фонд стерлингов, и есть ли смысл евро менять на фонты стерлингов? Вы знаете, вообще говоря, этот вопрос очень сложный, потому что и экономика Евросоюза плохая, и экономика Великобритании плохая, поэтому исходить нужно из того, на что вы их собираетесь тратить. Если вы собираетесь ехать куда-нибудь в Лондон или Великобританию, то лучше держать фунт в стерлингах, а если вы хотите ехать в Париж или куда-нибудь в Италию, то тогда лучше держать в евро. Значит, у нас, напомню, был опрос, я в последний раз задаю этот вопрос, считаете ли вы, что олигархи, триберасты и их покровители на Западе считают нас людьми? Ответ 8495-134-21-35, или же напротив, они нас за людей не считают, мы для них питательный планктон. 8495-134-21-36. И я буквально на последний вопрос отвечу, и уже мы перейдем к ответу, к изучению результатов. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Можно радио выключить? Да, сейчас выключу, простите, обязательно. Надо задать вопрос. Давайте. Выключаю, выключаю. Вот вы сказали, что доллар это мировые деньги. Ну, собственно, это не только вы говорите, это всем известно. Но, раз это так обстоит дело, то почему не поставить под контроль, скажем, ООН эмиссию долларов. Аналогичная попытка была сделана в 2011 году, правда, не под контроль ООН, а под контроль международных финансистов, но все-таки была попытка вывести эмиссию доллара из-под юрисдикции Соединенных Штатов Америки. Закончилось это делом Строскана, после чего Соединенные Штаты Америки продемонстрировали, что не позволят они лишить себя права контроля над мировой валютой. Значит, результаты опросов. Я завершил голосование. 90% считают, что олигархи и либерасты, в том числе те, которые собрались в Вильнюсе, не считают нас за людей. В этом смысле их рассуждение о том, что нас надо расчленить, уничтожить, ликвидировать, расстрелять и так далее, они абсолютно искренне. Они вот точно так же бы себя вели там как бы расстрелять, как бешеных собак и т.д. и т.п. То есть, на самом деле их критика определенных жестких высказываний революционной и постреволюционной попоры на самом деле не как бы вполне соответствует их взглядом только немножко с другой стороны. Ну а 10% все-таки думают, что они нас за людей считают. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok